Всем здравствуйте! Сегодня расскажу о таком расширении прокси Finder IP Swature. Данное расширение позволит вам легко включить прокси на любом сайте. И давайте расскажу, как оно работает. Здесь я выклыл какие-то прокси для вас. Вы можете их опробовать, копируя их в данную программу, в данное расширение. Но давайте все-таки посмотрим, как оно работает. Давайте скачаем его и установим. Нажимаем вот сюда. И переходим в Яндекс.Магазин расширений. И переходим вот сюда. Нажимаем кнопочку скачать. Оно у вас скачивается, устанавливается. И вот оно у меня. Как вы можете увидеть, оно уже установлено. Нажимаем на него. И давайте посмотрим, как все-таки оно выглядит. Есть вот такие функции. Без PHP, из S4 и 5. И также есть вот эта функция. Данная функция, как вы можете видеть, авто. Означает подбор прокси в автоматическом режиме. Данную функцию я вам не рекомендую использовать. Сейчас покажу почему. Вы, ну вот, выбираем. И пытаемся подключиться. Коннект. Как вы можете видеть, она не горит зелененьким. Вот сколько раз не коннектитесь, она не будет гореть зелененьким. Ну, не знаю, в чем проблема данного расширения. Ну, это не считается минусом, потому что, ну, сами понимаете, невозможно большое количество прокси так легко программой вот этой найти. Ну, самый лучший вариант, конечно, в ручном режиме все это делать. Сейчас продемонстрирую, как все это работает. Смотрим. Ну, давайте выберу я, ну, вот, к примеру, вот этот вот прокси. Смотрите, двоеточие, не копируйте двоеточие, заранее предупреждаю. И пробел. 80. Это порт, с которого вы будете работать. 80, вот, а, 880. Копируем вот сюда. А вот этот IP адрес копируем вот сюда. Скопировали. Смотрите, ставим галочку вот эту. Нажали. Нажимаем connect. Видите, все, проконнектился. Ну, также можно вот это вот сделать. Чисто покажу сейчас, что будет. Вот, видите, только http работает. http просто по обычному IP адресу работает. Если вот так сделаем, то все на месте стоит, как вы можете представлять. Также вот так, ничего не изменяется. Это нужно другое немножечко делать. Также, смотрите, есть история. http. Вы, вот это, 4, вот это вот. И, смотрите, пытаемся по нему подключиться. Вот, пожалуйста, подключение идет, идет. И не прошло подключение. Почему? Скажите, а неправильный порт выбранный. Вот, давайте вот это покажу сейчас, на данном примере. Вот так. И вот это тут. Вот так. И вставим. И пытаемся connect. А скажите, зачем вот эта галочка? Это включает функцию yes и no. Ну, короче, удобно, чтобы все хорошо работало. Не обращайте внимания, просто поставили и включили. Вот, 4 пытается подключиться. Видите, сразу подключилась. Давайте проверим, что она работает. Ну, как вы понимаете, эти боксы я взял из публичного места. У них скорость низкая, но для показания, как работает данная программа, очень хорошо. Также, ну, видите, грузит, значит, уже есть что-то. Ну, как вы можете понять, я не стал искать хорошие прокси специально. Я выложил прокси из публичного места, где они хранятся. Также, давайте покажу еще небольшие плюшки данного приложения. Данного расширения, конечно же, извините меня. Есть кнопка reset. Reset сбрасывает расширение до начальных настроек. То есть, вот эти функции отключает и оставляет вот эти два поля пустые. Также остается вся история ваша, какие вы использовали прокси, но прокси только реальный. Сейчас покажу, что будет, если вы используете нереальный прокси. Ну, вот, к примеру, натыкаю вот так вот и порт какой-нибудь, ну, вот, например, 3.0. И смотрим, что будет. Также включаем и нажимаем. Прошло. Ну, если попробуем вот так вот, какой-то порт, он может не сработать. Понимаете, в чем прикол? Вот он срабатывает. А если будет неправильный какой-то порт, ну, я знаю. Тут вот сейчас точек наставлю, вот, к примеру. Ну, не могу вам сейчас показать. Как-то вот он работает, показывает, что все хорошо у нас. Но на самом деле он должен срабатывать по-другому. И должен мигать такими красно-желтыми огнями. Да, не показывает, не хочет. Ну, давайте еще одну плюшку покажу данного расширения. Чисто так, бонусом. За то, что вы досюда досмотрели. Вот, например, вот, чисто берем любую. Сейчас зелененький, вижу. Зелененький горит. Если вот этот скопировать. Вот этот вот сюда вставить. И порт также вот этот вставить. На некоторых сайтах можно так себя скрыть. Бывало. И подключаемся. Так, прошло подключение успешно. И перезагружаем. И сейчас увидим небольшую шуточку. Смотрите. Можно так кого-то разыграть. Нет доступа. Все, отвалился интернет. Что бы вы сейчас не пытались включить, он сейчас не будет включаться. От слова совсем. И вы замечаете, в чем прикол? Не? Не нашли? А посмотрите внимательно. Ладно, скажу вам. Убедили. Смотрите. После перезагрузки оно стало черным. А при подключении было зеленым. Вот так. Если хотите, можете так кого-то разыграть. Ну ладно. А как отключить? Очень просто. Включено. И выключено. А теперь попытаемся вот так включить. Как мы можем видеть, выскочило поле, где нам говорится, введите IP-шник, и введите порт, с которым вы будете работать, чтобы прокси вот это вместе законнектилось. Здесь об этом говорится. Ну, в целом программа, в целом приложение, в целом расширение очень хорошее. Мне понравилось с ним работать. Просто, в принципе, поймет любой новичок. Несложная настройка. Правда, что мне не понравилась неудобная настройка автоподключения прокси. То есть, сами они не выбираются из каких-то источников. Вот это жаль, конечно. Но, спасибо всем за просмотр. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. Всем удачи и пока!